Рыночка 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 Диковинные фигуры высматривают путников. Провожает авторское око хозяина этого музея подсереньки, растрепанным, но уже весенним небом. В ранней оттепеле есть хоть немного от будущей весны. Вот и по малым карабановским чудесам догадываешься, что это еще не все. И не очень-то я удивилась, узнав, что директора этого текстильного комбината зовут Владимиром Константиновичем Выражителем. Это подходит и к характеру здешних мест, и к некоторым обстоятельствам существования большого предприятия, в недрах которого теплится, полыхая то синим, то алым, это самое карабановское чудо. Вытравные карабанские сицы и сатины, как раньше их производили? Вы знаете технологии? Не знаю. Вот у Баранова, мануфактура Баранова, которая уже полтора века, как организована, сица белились на лугах. Значит, женщины по утрам расстилали вот эти куски. Это прямо окрест вот здесь, да? Да, да, вот почему Карабанова находится вот в такой впадине и излом реки. Здесь обильное место для роз. Вот, женщины расстилали вот эти куски ткани. Они, значит, за счет вот росы и солнца отбеливались. Вот, и потом, значит, примерно та же технология, которая у нас сейчас. Вот, но плюс еще естественный натуральный краситель, который вот Баранов привозил из Индии. Ну, и качество вы видели сами. Знаете, что они практически вот полтора века, просуществовав, не меняют. Если бы действительно вот это производство нам возобновить с самого начала, то, конечно, это бы действительно было промысел, потому что это действительно уникальная работа, во многом ручная. Но никто не убедит меня теперь в том, что именно в такой обувке русский народ создавал свою текстильную промышленность. Но эти лапки сойдут за точку отсчета того времени, когда 140 лет назад из ближних деревень и дальних сторон России прибывали на станцию Карабаново мужики с семьями, отрешаясь навсегда от пахоты и сева, из винного запаха деревни. Они научились понимать нрав машин и представляли себе, что в результате их общего труда получится. А Баранов закупал красители получше и машины поновее. Понимал, что ли, что только на поте да соли эти ткани вряд ли будут знамениты на весь мир. Так Александровская слобода становилась городом. Это было время мастеров и вещей, сделанных ненаспех. И вот и сейчас в каждой ткани вместе с художником воплощает в себя ткач, предельщик, красковар, колорист, печатник. И то, что у них за душой от традиции культуры, ложится на полотно, как слова песни на знакомый мотив. Владимир Александрович, ведь это все выглядит так же, как выглядело и так далее. Что-то вы тут еще новое понастроили? Вы знаете, в принципе, наш комбинат, он остался тем, который есть. Тот же красный кирпич, да? Да, да, да. Тоже производство. Кстати, кирпичный завод мы сохранили. И даже способ кирпича во многом остался прежний. Мы пристраиваем производство, делаем сейчас широкие ткани. Но, конечно, в основном комбинат остался старым. И даже, вы знаете, он стоит на дубовых сваях. А почему дубовые сваи? Почему такой фундамент? Ну, здесь низина. Вы знаете, что пойма реки, должны быть фундаменты на сваях. Ну, в то время не было бетонных сваев, поэтому дубовые забивались, значит, сваи, которые вот полтора века стоят, и обязательно должны затоплены по макушку водой. А почему? Мы специально, значит, держим плотину. Ну, если дуб мореный, если дуб мореный не будет в воде, он будет разрушаться. А, значит, он до тех пор крепкий, пока он погружен целиком в воду и гнил. Как только мы прозеваем, ну, это я считаю, что, не дай бог, это произойдет в течение полугодия. Комбинат у нас завалится. Поэтому мы следим по-особому. Значит, у вас даже сам способ существования комбината древний, традиционный и уникальный тоже. Да, все кирпичики, все вот архитектурные формы, вы пойдете, посмотрите, они остались. По несколько раз на день тихая Карабанова становится многолюдной. Говорят, некоторые приехали сюда с облазненной рекламой. Дескать, в ясные дни с верхнего этажа отсюда Москву видать. А с пятого этажа женских общежитий видны только Владимирские дали. И небольшое городок, как он есть на самом деле, со всеми видами российского транспорта, архитектуры, со следами конструктивизма, деревянными городскими домами с утраченными кружевами и памятниками более близких времен. С мелким дождем среди зимы, когда старые барановские корпуса становятся цветом Владимирской вишни. Что-то сюда завозят, зачем-то приходится ездить, а вот сатины карабановские свои, и цветы на них цветут круглый год. И вот наступает день, когда вооруженный пилой садовник возносится над городом и, срезая старые сухие ветки, поглядывает по Владимирские дали. Не из-за брыковых лигор и не из дальнего либериндеева вдруг подуло теплым ветром. ПЕСНЯ 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 Ох, и дали парень и дед, Ох, и девку любит. Ох, девку любит, Ох, парень девку девчоночку, Да он влюбился. Э, ой, и дали волюшики. Ох, и дали ши, ох, лишился. Ох, и девку любит. Ох, и дали травы, Ох, и травы косо, Ох, и девку любит. Ох, и девку любит. И отсюда, сзади нашей улицы, были били родники, они были загорожены, ну, вроде домиков таких, как колодцы. И оттуда шли трубы, там, оттуда шли трубы на комбинат с ключевой водой. И ситцы были намного ярче и красивше. Значит, Карабаново начиналось вот с той самой улицы. Да, вот именно с этой улицы началось. Вы здешний человек? Да, я здесь прожил 37 лет. А кем вы работаете, как вас зовут? Я работаю водителем в селе «Электро», зовут меня Кузнецов Раис. Скажите, пожалуйста, а вот Карабаново лучше, чем окрестные места? Карабаново? Да у нас все Карабаново хорошее, зеленое, чистые, грязи нету. Ну, а какая речка от того, что ткани делают? Ну, речка, это в основном комбинат, и комбинат, конечно, виноват, но в основном виноваты александровские предприятия, потому что там из кожи деталь, мясо комбинат, все это, все сочные воды у них идут к нам в речку. А у вас в речке рыба ведь водилась раньше, а сейчас как? Ну, сейчас вроде немножко появилась река, вроде почти стали купаться. А что, раньше нельзя было, да? Ну, вот я пришел с армией в 73-м году, после этого я, ну, лет 10-15 не купался. А вы вот сами-то знаете, что карабановские сатины и вот ситца в прошлом, это знаменитые ткани, или как вас тут считают, гордятся комбинатом или не очень? Да, комбинатом, собственно говоря, может и гордятся, но я, ну, работал я там мало, а ситца, про наши ситцы она слышна не только в газетах и по телевидению, все-таки и прибараны наши ситцы, даже на французские ярмарки их возили, завоевывали призовые места. А архитектурные какие-то у вас памятники тут есть, какие-то старинные здания, которые сохранились хоть как-то? Старинные здания сохранилось, вот одно на левой стороне, это бывшая земская школа. А там теперь магазин, да? А там теперь магазин, там потом была простая школа, там после земской школы учились люди, там сад был очень хороший. И рядом еще школа была, она считалась, вот тут сзади магазина была церковь, а эта школа считалась как бы их школа. То есть это пригорок был очень красивый, да? Центром был, да? Карабановы люди гостеприимные вообще, как веселые, а куда тут ходят вообще, как развлекаются? Ну, карабан народ вроде неплохой, а ходить у нас что? Один клуб только у нас, от текстильного комбината, пока вроде и ходить некуда. Ну, парк культуры построили, это при бывшем директоре Карпове, он очень о городе заботился, и о пионерлагере есть у нас, и потом что сады вот построили хорошие для ребятишек, школу новую построили вот недавно, в прошлом году, только там учиться ребятишки начали. Карабаны верить можно? Карабаны, вполне, и больше бы никуда никому не советовал уезжать. Карабаны. Карабаны И вот я все думаю, разглядывая карабановские сатины, как сумели художники пронести через все зигзаги прогресса и культуры живую эту традицию, не засушить, не растерять, не пойти на поводу технологии, не поддастся соблазну упростить, отказаться, согласиться, что без старинных этих тканей производство не погибнет. Можно ведь и другие придумывать узоры, поспевая за изменчивой модой. Карабаны Я родилась в Карабанове, работала здесь, училась, и так продолжила свою работу на комбинате. Что вы думаете о будущем традиционных тканей вот этих? Ну, просто наша задача, именно наша, не давать им погибнуть. Вот и все, это самое главное. Уж мы совместно, наверное, с Маргаритой Сергеевной, ну, с руководителем будем все стараться делать. Потому что нельзя, вот представьте, если этого вдруг не будет, и все. Мы будем серые, одинаковые, на уровне всех предприятий. И не разберешь, где третий интернационал, где трехгорка, все, единое лицо. А этим пока мы держимся. Ну, а есть где еще брать вот что-нибудь для будущего, ведь только по старым образцам не делаешь? Или это такой родник, из которого никак... Я могу сказать, вот, пожалуйста, образец, кто его назовет старым? Я бы его не осмелилась даже сама. Не потому, что я автор, ведь он решен совершенно по-другому. Пусть мотивы будут старые, ради бога, танцуйте, дело фантазии. Кто как может. Как вы думаете, а что нужно сделать для того, чтобы современные вот наши женщины, вот они поняли, какое обаяние таится в этих тканях? Ну, знаете... Что оно им даст? Это сложно, ведь надо все-таки воспитывать публику. Ведь не все же понимают. Вот приходит книга отзывов, предположим, у нас каждый квартал, да? По продаже товаров. Ведь очень мало ее берут. Просто люди не знают, не понимают. Ведь в основном это модельеры. Это малый круг. Значит, надо... Они-то понимают, они-то знают. Значит, надо учить нам как-то. Показывать, пропагандировать. Может быть, даже вот на тот же совет привести прекрасные модели. Не то, что мы шьем ширпотреб, а прямо показать эти две-три модели. У тех, кто вот эти за рубеж возит. Вот даже с той же Людой Яристовой. Привести, она вполне может дать эти две-три модели показать на совет. Чтобы это дальше росло. У нас здесь, да? Они где-нибудь еще? Конечно, конечно. Вот в нашем узком кругу. Вот караван, предположим. А потом дальше пойдет. Дальше куст пойдет. Вы понимаете? А мы думаете, можем создать даже просто моду такую у нас? Свою отечественную? Ну пусть. Ради Бога, если мы сможем это. А вы думаете, что это может дело дойти даже до того в наших фантазиях, а потом и в жизни, что женщины и шить начнут в такой стилистике? Ну пусть. И мы сами стараемся шить. Стали же мы варить штаны, правильно? Пожалуйста. Пожалуйста. Раз мы начали делать варенку, то почему бы нам не шить сарафан? Конечно. Это только на пользу всем. Скажите, пожалуйста, а что вы больше всего любите в орнаментах старинных традиционных тканей вот этих? Ну вот изящество, конечно, манеру исполнения. Особенно в старинных образцах подкупает вот эта яркость. Сейчас нам, конечно, трудно. Вот Галина Тимофеевна, колорист, она знает, как трудно нам приходится даже фоновать. Уже красители не те. И под оригинал подобрать, вот то есть то, что было натуральной ализарины, это же под ализарины. А натуральные ализарины, они, конечно, далеки в сравнении с тем, что сейчас. Но стараемся хотя бы, ну, имитацию, что ли, как называется. Вам нравится вот тот глубокий красный цвет, который был в старых образцах? Да, вот он очень интересный. Вот как раз он, вы знаете, он даже остается отпечаткой. Да, он даже отпечатком на другой странице, насколько он плотен и насколько он прочен. Ну, там в основном старинно делали все это вручную и красили вручную. Да, технология. И использовали не то, что искусственные, допустим, ткани, а свои естественные как-то вот... Красительные. Красительные, что ли, растительные, вот, красительные все эти, да, закрепители. Красительные краски. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но когда я смотрю на карабановские сатины, вот, уже в шитых вещах, в готовых вещах, в изделиях, то у меня такое есть ощущение, вернее, даже уверенность, или ощущение, перерастающее в уверенность, что это одна из граней русского национального искусства, национального характера. Когда не очень яркими, не очень дорогими средствами ухитрялись достичь ощущения его ткани дорогой. Не обязательно жемчуг, не обязательно золото, не обязательно парча и не обязательно шерсть там какая-нибудь кашемирская. А вот получается, что видим мы парчу, а на самом деле всего-навсего сатины, если уж так сказать. Да, совершенно верно. Это вот, это даже достижение этого, того, что мы благодаря минимальным средствам достигаем звучания максимально. Значит, мы когда-то умели хорошо экономить художественные средства и наши национальные ресурсы, вот, для того, чтобы добиваться такого большого успеха, с ног сшибательного, что наши ткани покупали, ценили, шили из них, вот такими малыми усилиями, а теперь мы, в общем, поступаем наоборот, мы страшно тратимся и протрачиваемся. Наверное, скорость. Мы просто спешим сейчас очень много. Метраж какой у нас за смену? Раньше это было потихонечку, а сейчас надо скорость метра, метра. Вот уже полтора века рисуют в Карабанове художники эскизы для тканей. Ими можно заполнить целую галерею и можно показывать, как чудо. Но только вот где найти, посмотреть те рисунки, что сделано художниками за эти 140 лет. Потому что у нас такой богатейший здесь фонд, и это все лежит, никто этого не видит. Даже сами художники иногда, некоторые. Вот я уже пять лет проработал здесь, а узнал об этом фонде не сразу. Как-то даже присутствующие здесь художники полностью не знают этот архив. Эти карабановские цветы пока тканью станут. Во скольких ладонях погреются их нежные стебельки, художника, гравера, колориста, кросковара, печатника, раклиста. И еще десятки людей самых разных профессий. Ведь нет на комбинате человека, от которого бы судьба карабановских сатинов не зависела. Рассказывают, что приходя на работу, мануфактурный хозяин первым на фабрике руку граверу подавал, здоровался. Беляков Валерий Анатольевич. Вы здешний, судя по выговору? Здешний. Здешний. Карабановский? Карабановский. Здесь и жили всегда, и учили здесь? Здесь жил, учился. А у кого учились? Учился у старого мастера. Он при Цингеле работал в Москве, я у него учился на гравера. На гравера? То есть вы не собирались быть гравером по тканям? Ну, поступил я в 45-м году еще мальчиком, 14-летним. Меня привели в художественную мастерскую. Я год и 7 месяцев работал художником. Уже выпускал рисунки. У меня принимали сферу. Два рисунка, по-моему, приняли на совете. Потом пришли с фронта художники и нас направляли в кого-куда. Вот у меня, значит, граверный цех. У нас уже освоил эту профессию гравера. Она вам нравится или вы просто привыкли? Видите, когда у меня это художественное отношение было такое, мне эта профессия нравилась очень. То есть я ее освоил, полюбил. И все рисунки, которые я исполняю, у нас это молитвенный способ, ручной, он такой очень тонкий, конечно, я выполняю с душой. То есть у меня выкладывается душа на стальных вот этих вот матрицах. Это редкая стала работа? Вы считаете, что ваша профессия редкая? Очень редкая. И, как говорится, граверов уже таких остается очень мало. Потому что, очевидно, сейчас цивилизация, которая идет, она уже не дает таких нам профессионалов, чтобы он к природе был близкий. А ведь гравер, он близкий к природе. Он как художник. Он как художник. Он должен ее видеть, эту природу. То есть, когда есть он ее видит, он уже относится к этим рисункам совсем по-иному. То есть он с любовью. И любовь уже это выражается, ему интересно даже видеть ее уже в настоящем моменте в ткани. И вот уже когда он ее видит в ткани, она красивая, у него это бывает уже удовлетворение его душе. Значит, когда вы работаете по металлу на этом валике, вы-то видите ткань? Да, мы видим ткань и на кем она будет, как она выглядит. И нам хочется стараться, мы стараемся ее выполнить с душой. И она смотрелась у нас на, на людях, которые покупают. Конечно, удовлетворяли тоже свою красоту. А потребность красоты? Потребность красоты. Это трудно очень, работа гравера. Сколько лет вы работаете? Работа гравера с 45-го года. Да. Вот сейчас по 90-й год пока. В 91-м году я пойду на пенсию. Мне будет 60 лет. Это примерно уже у меня будет 46 лет стажа. И все вот так вот? Да, вот все вот. Перед мной матрицей, стекло, лупа. Так, скажите, пожалуйста, еще, что вот на каждый, на этот рисунок сколько? Вот на тот рисунок, который у вас там, сколько нужно этих валиков? Распределяется, сколько на рисунке красок, столько валиков. Значит, вот этот у нас рисунок 5-й валик. 5-й валик. Значит, у нас и вытащится 5 валиков. На каждом валике делается своя окраска. Вот, затем мы его гравируем, и нам нужно снять с него лепок. Мы его, значит, при помощи воска натираем воску кальку. Вот натертый воском калька. Значит, с каждого вала мы делаем и начинаем снимать отпечаток. То есть мы уже наклеиваем. Валики у нас все одинаковые. У тут нового рисунка. И наклеиваем. Для чего это мы делаем? Это мы проверяем сами себя. Насколько точно? Да, насколько, да. Значит, проверяем, нет ли пропуска красок. Вот. И потом мы затем по слепу доделываем его, доводим до, как говорится, до кондиции, какой он должен быть. Затем валики отправляют от нас и идут уже на другой цех. Закаливаются и, значит, на пресс. Прессовщик отпрессовывает. То есть мы получаем уже обратные фигуры. Фигуры эти обратные, они нам нужны для того, чтобы накатить, вдавить в медный вал. Они эти фигуры, значит, валики после этого прессовки, попадают к накатчикам. Накатчики также. На большой медный вал, да? Накатывают на большой медный вал. То есть мы вот прессовем, сколько валик, столько и матриц, и столько же будет волок. Накажем в валу свою окраску. Работа краверов не только сложна. Она также, как и искусство художников и печатников неповторимы. Просто не бывает неповторимы. Вот если захочется повторить какую-то старинную ткань, но без такого вала, покрытого узорами, не выйдет. А представьте себе целое обширное помещение где-то на задворках комбината, где в полусьме сверкают узорами, как затерянный клад, сотни две таких вот цилиндров, украшенных редкой резьбой. Туда заглядывают. Для того, чтобы забрать этот вал, стачать его поверхность и нанести новый узор. Это не карабановские сатины. Их не по белому печатают. Карабановские сатины вытравные ткани. Их делают уже покрашенному валой или синий цвет. Только в Карабаново и больше уже нигде. И вот при таком скудном выборе или новейшее оборудование, или сохранении старинных тканей, не имеющих себя равных с точки зрения культуры и истории. Будущие цветы качества карабановской ткани можно только угадать. Угадывают три человека, вернее, знают заранее. Это три колдуна, три волшебника красильного производства. Роклист, печатающий ткань, красковар, который краску готовит, и художник-колорист, который создает видимость богатства ткани. Рисунок нарисовал художник, а я его должна расколорировать. Вот, посмотрите, один вид, что нарисовал художник. Я его колорирую в разных расцветках. Совершенно разные колористики, разное сочетание цветов, очень красивые ткани получаются. на горе, на горе, на горе, на горе, то есть, если вы на прочю вы trabajите, то есть, и то есть, Субтитры подогнал «Симон» 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 Какую работу любите слесарную? Субтитры подогнал «Симон» 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 Но я посадил здесь, чтобы видно было. Спасибо вам. А это людям, чтобы было приятно. Я не для себя лично делаю. Рой проезжая часть. Рой, что это создать? Я сам проезжаю на машине. Смотрю это и люблю. Где приезжаешь, такими поселками. И красиво все дома разрисованы. И на душе как-то едешь. Нравится, понимаете? Да, все это нравится просто хорошо. Люди занимаются. Видишь, люди занимаются чем-то. Просто красиво. И такое желание лучше бы, конечно, у всех было. Редактор субтитров А.Семкин В начале века ткани, вообще российские ткани были одни из лучших в мире. К сожалению, сегодня мы много экспортируем. Но изучая рынок, мы чувствуем, что мы утеряли то, что имели наши предки. Но утеряли мы, наверное, еще и качество красителей. Потому что хорошо было Баранову. Взял, поехал в Индию, закупил те краски, которые ему нужны. Распределил цены, как хотел. А вы-то этого не можете? Вы знаете, я вот об экспорте, если... Мы где-то ежегодно экспортируем 8-10 до 12 миллионов метров. Во-первых, мы ценим за то, что чистый хлопок. У нас нет никаких примесей. Ну, а во-вторых, вот, видимо, идет и вот эта уникальность наших тканей. Мы зарабатываем ежегодно от 3 до 5 миллионов валюты. Ну, большая часть идет, конечно, государству. Нам остается, к сожалению, меньшее. Вот если бы государство хотя бы какую-то вот часть выделило нам, действительно, чтобы можно было купить эти уникальные красители в той же Индии, то нет, в общем-то, причин для того, чтобы, ну, полностью, полностью возобновить вот этот промысел. То есть сделать, начиная от начала, то есть создания суровых тканей и вот нанося вот эти натуральные, естественные красители, которых мы, к сожалению, сегодня не имеем и не производим в стране, их можно только за рубежом приобрести, то, в общем-то, можно было, конечно, восстановить этот промысел полностью. Сейчас он в какой-то части теряется. Это уходит куда? Ну, коллекция в Италию, коллекция, там, допустим, во Францию. Но эти коллекции никогда не бывают на нашей Нижегородской ярмарке, поскольку ее просто нет теперь. Так ведь, наверное? Значит, об этом знают мало. А ведь мы должны рассчитывать на своего отечественного покупателя, большей частью. Мы же хотим его привлечь, ему объяснить, что это не только национальное достояние, но это еще и красивое. Почему бы нам не объявить с вами конкурс? Вы бы предложили ваши ткани, а они бы предложили свои модели. А потом бы с нами в эту ассоциацию вступили бы швейники и сделали бы вот те самые модели, сохраняющие традиции народные, и в то же время доступные нашему внутреннему рынку. Как вы на это посмотрите? Было бы здорово, конечно, если бы наши художники создали специально ткани. Ваши художники ткани? Наши художники, да. Модельеры создали. То есть вот... Комплекс работы был. Вместе, да, комплекс работы. А какая-то швейная фабрика взялась бы это сделать. Да, взялась бы это делать. Ну так что же нам, собственно говоря, зачем делаем? Вот мы готовы участвовать в этом конкурсе, финансировать его. Ну и победителей, значит, примеровать. Мы готовы даже финансировать этот конкурс. Итак, обладающие с милостью художники, особенно молодые, это ваш шанс создать себе имя, попробовать, на что вы годитесь. Это замечательная возможность для наших немногих известных за рубежом модельеров стать популярными у себя на родине. С условиями конкурса можно познакомиться, обратившись по адресу. Москва, 127-00, улица Академика Королёва, дом 12, Центральное телевидение, главная редакция народного творчества, Карабановские сатины. Морю, морю синее, море лелеет, море синее. Там плывет и плывет табуны уток, и лелеет море синее. А между точек, да малая чирка, лелеет море синее. А ты, куль, взялся серой селе, зене лелеет море синее. Тут-то все уточки позакрякали, лелеет море синее. Не крякайте, утыки, не крякайте, серые лелеет море синее. Когда Бог усудит, и вам это будет, и лелеет море синее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok